Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на тест оперативной памяти DDR5. Разберемся какие видеокарты будут продаваться вместо RTX 3050 и взглянем на новую термопасту MX5. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну ролик с теста DDR5. Уже во второй половине этого года компания Intel обещает представить как мобильные, так и настольные процессоры семейства Alder Lake. И в последнее время их инженерные образцы все чаще попадаются в различных открытых источниках. Для работы с Alder Lake потребуются совершенно новые материнские платы на сокете 1700, которые и поддержат новый тип оперативной памяти. Сейчас же на сайте CSoftware была обнаружена система с 32 Гб оперативной памяти DDR5 на частоте 4000. Стоит также отметить, что новые процессоры получат компоновку из восьми больших ядер с многопотоком и восьми малых, что в сумме позволяет обрабатывать только 24 потока данных. Но тест CSoftware насчет этого до конца не определился, указав в одном месте 24 потока, а в другом 32. Базовая частота нынешнего образца Alder Lake составляет 1,8 ГГц, а максимальная достигает четырёх. Синие новинки получат по 1,25 Мб памяти L2 Neadro и общие 30 Мб памяти L3. Однако делать выводы об уровне производительности по этим тестам ещё очень рано. Но данный инженерный экземпляр выглядит намного лучше прошлого, который в конце года всплывал в Geekbench. Что касается выхода новинок, то Intel уже открыто заявляет про вторую половину этого года. Возможно, уже началась гонка за новые стандарты и синие пытаются обогнать красных, а может быть всё и наоборот. Но производители памяти указывают на третий квартал, и именно тогда они смогут выпустить в продажу 16-гигабайтные модули памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Так что раньше третьего квартала ждать новую память с процессорами явно не стоит. А в зелёном лагере вместо RTX 3050 решили вернуть старые видеокарты. Веб-издание overlocking.com поделилось информацией о возвращении на рынок RTX 2060 и 2060 Super. Сообщается, что Nvidia уже отгрузила партнёром 12-нм ядра TU106 с архитектурой Turing. И это всё за месяц до официального релиза RTX 3060 на 12 Гбайт. Карты должны появиться уже в середине февраля, что скорее всего решит дефицит в бюджетном сегменте. А из всего этого можно сделать вывод, что RTX 3050 и 3050 Ti придётся ждать ещё долго, а 3060 скорее всего постигнет дефицит, иначе бы Nvidia не стала перевыпускать карты двухлетней давности. Вчера же я вам рассказывал об изменениях требований для мониторов с Nvidia Reflex. Без особой огласки зелёные перестали требовать наличие яркости в 1000 кандел на метр квадратный и сейчас наконец-то рассказали, что происходит. Nvidia сообщает, что в конце прошлого года они обновили спецификацию стандарта G-Sync Ultimate, добавив поддержку дисплеев OLED и Edge LED. И хоть оригинальные дисплеи имели яркость 1000 кандел на метр квадратный, но новейшие дисплеи, включая OLED, предлагают поддержку практически бесконечной контрастности при заявленной яркости всего в 600 или 700 кандел. В то же время показатели яркости и наличие сертификата веса дисплей HDR1000 никогда не были определяющими аспектами стандарта G-Sync Ultimate. Из этого напрашивается вывод, что Nvidia фактически признала, что новые дисплеи, использующие альтернативные виды подсветки, могут обеспечивать нужный уровень контрастности для соответствия стандарту G-Sync Ultimate. Но пока видеокарт нет в наличии, компания Gigabyte решила последовать примеру MSI и упростила конструкцию одной из RTX 3060 Ti. В обновлённом варианте Gaming OC Pro тайваньский вендор применил не только другую систему охлаждения, но и печатную плату. При этом новая модификация видеокарты получила такой же идентификатор модели, как и первая. Вторая ревизия Gaming OC Pro оснащена системой охлаждения Windforce 3X и не выходит за пределы двух слотов расширения. В ней Gigabyte использовала укороченную печатную плату, из-за чего разъемы доп. питания смещены ближе к центру. Но чтобы не запутаться в моделях, достаточно просто посмотреть на бэкплейт. О новой версии надписи расположены немного по-другому, а отверстие под одним из вентиляторов не имеет дизайнерских вставок. Но главная проблема заключается в том, что многие магазины не указывают какую ревизию карты они продают. Такое уже было с картами Gigabyte в прошлом поколении, когда новые версии славились дешевой системой охлаждения. И судя по всему в этом поколении они планируют сделать то же самое. А сетевой детектив Hurakazi 5719 обнаружил в базе данных Европейской экономической комиссии документ MSI, который содержит наименование майнерских RTX 3060 Ti. Такие карты скорее всего получат более дешевые компоненты и будут продаваться без портов для вывода изображения. Более подробной информации о них пока что нет, но зато есть информация о новых системных платах MSI для платформы AM4. Одна из них представляет бюджетный чипсет и получила название A520M Bazooka Wi-Fi, а вторая оснащена B550M и называется Vector Wi-Fi. Обе новинки выполнены в формате Micro ATX и оснащены беспроводными модулями Wi-Fi 6 на пару с Bluetooth 4.2. A520M Bazooka Wi-Fi должна заинтересовать тех, кто не планирует разгонять процессор и хочет просто сэкономить на чипсете. Она оснащена четырьмя разъемами под оперативную память, четырьмя портами SATA и одним разъемом M.2. Однако из-за чипсета она не поддерживает стандарт PCI-Express 4.0. В то же время B550M Vector Wi-Fi станет одной из доступных плат MSI на этом чипсете. Ее наделили только двумя разъемами памяти, зато слот PCI-Express и разъем M.2 поддерживает работу на скоростях четвертой версии. Цены на новые платы пока неизвестны, но вряд ли они будут очень большими. Компания же Samsung официально представила свою серию твердотельных накопителей 870 EVO. Новые устройства выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе и оснащены интерфейсом SATA. В их основе лежат 128-слойные микросхемы памяти Venant с тремя битами на ячейку. Новая линейка Samsung включает модели объемом от 250 ГБ до 4 ТБ с контроллером Samsung MKX, который получил буфер LPDDR4 емкостью от 512 до 4 ГБ. 870 EVO не может похвастаться большими скоростями и может предоставить только 560 Мбайт в секунду на чтение. За 250 ГБ Samsung просит 50 долларов, а 4 ТБ обойдутся в 530. Но это рекомендуемые цены и по приезду в наши страны они могут немного вырасти. А швейцарская компания Arctic ежегодно расширяет ассортимент систем охлаждения, но совсем забыла о термоинтерфейсах. С момента выхода знаменитой термопасты Arctic MX4 прошло уже более десяти лет и только теперь они готовы представить более совершенную MX5. Страница, посвящённая новому термоинтерфейсу сегодня появилась в британской версии онлайн магазина Amazon. Но к сожалению ритейлер не приводит детальные характеристики термопасты. На странице продукта отмечаются диэлектрические свойства, наличие частиц углерода и высокая долговечность. Сообщается, что после нанесения термопаста может служить восемь лет. В самой продаже MX5 появится только в середине марта и скорее всего ближе к этому времени будут опубликованы обзоры нового термоинтерфейса. Она будет поставляться в шприцах по 4 грамма, а в Великобритании за нее придется выложить 18,5 доллара. Но что касается цен на комплектующие, то в этой сфере становится все хуже и хуже. По данным британских розничных компаний стоимость доставки товаров в Великобританию из Китая выросла в восемь раз. И это тяжкое бремя ложится на бизнес, поскольку розничная наценка недостаточно велика, чтобы ритейлеры могли покрыть растущие расходы на логистику. Таким образом на большей части Европы конечные цены на товары из Восточной Азии будут только расти. Об этом свидетельствует и график роста стоимости доставки в течение последнего месяца. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.